Всем привет! Всем привет! Вы на канале Жукова Лайф, с вами Женя и Настя. Сегодня отличный день и вот решили с вами в очередной раз поделиться полезным советом. Сегодня мы будем с вами заполнять анкету на подачу в гражданство РФ. На подачу в гражданство РФ, поэтому наберитесь терпения и досматривайте это видео до конца. Это видео вам поможет сохранить лишние ваших 2000 рублей. Так, давайте приступим заполнять наше заявление. Буду вам детально рассказывать, в каком пункте что нужно заполнить, а также какие строчки нужно обязательно заполнять. Поэтому следите за мышкой. Я обязательно подсвечу светом, где были заполнены поля. Ну и, конечно же, постараюсь детально рассказать все, что мы заполняли. Да, напомню вам о том, что мы являемся участниками государственной программы переселения в Российскую Федерацию. Я выступаю в нашей семье заявителя. Ну а супруга моя Анастасия, она является членом семьи заявителя. Поэтому сейчас мы заполним заявление от лица заявителя. Ну а второе заявление мы заполним уже как от члена семьи заявителя. Поэтому приступаем к заполнению данного заявления. Ознакомиться с внешним видом вы можете открыть, открыв саму форму заявления. Ну и, конечно же, начать читать все пункты, которые здесь указаны. Заявление. Прошу применять меня в гражданство Российской Федерации на основании статьи 13, 14 или 41 федерального закона о гражданстве Российской Федерации или восстановить в гражданстве Российской Федерации на основании статьи 15 федерального закона о гражданстве Российской Федерации. Вот следующий абзац, как раз вот здесь нам предстоит уже и начинать заполнять наше заявление. Читаю дословно. Мотивы, побудившие меня обратиться с данным заявлением, это желание жить и работать в Российской Федерации, точка, являясь участником государственной программы в оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, запятая проживающих за рубежом. Обратите внимание, что данное заявление заполняется капслоком на русской раскладке языка. Соответственно, когда вы приметесь заполнять данное заявление, убедитесь в том, что у вас стоит капслок, то есть все заглавные буквы будут печататься у вас в полях и соответственно у вас должна быть стоять раскладка русского языка. Это необходимость, это требование для заполнения данного заявления. Так, с первым абзацем мы с вами разобрались, переходим к следующему. Здесь указана вот такая таблица, в которой вам нужно указать непосредственно, есть ли у вас дети или же есть ли непосредственно те дополнительные члены семьи, которые вместе с вами переселяются. Так как данное заявление касается нашей семьи, в данный момент у нас пока нет детей, поэтому мы здесь указывали в графе одновременно со мной прошу принять гражданство Российской Федерации моих несовершеннолетних детей, подопечных. Здесь указывается сын, дочь, фамилия, имя, отчество при наличии, число, месяц, год, их рождение, ну и конечно же гражданство. Мы здесь указываем не имею. Давайте я буду подсвечивать все пункты определенным цветом, чтобы мы с вами уже прошли и ничего не забыли, чтобы у нас никаких пустых полей не оказалось. Так, следующий пункт, ну вот как раз мы переходим к заполнению каждого пункта, сведения о заявителе. Здесь вы видите по пунктам ничего сложного, поэтому расслабьтесь и просто заполняйте так, как указано у вас в документах. Фамилия, имя, отчество при наличии отчества. Обычно у граждан Казахстана в паспорте не указывается отчество, соответственно мы будем указывать только имя и фамилию. Иванов Иван по паспорту, запятая, и Иванов Иван Иванович по свидетельству о рождении. И здесь вот указываю номер свидетельства рождения, выдано, когда было свидетельство о рождении и кем было выдано данное свидетельство о рождении. Поэтому обязательно вот смотрите, как заполнен данный пункт и заполняйте точно так же, точно не ошибетесь. Обязательно сейчас вот для вас подсвечу цветом и проговорю еще раз. Иванов Иван по паспорту, Иванов Иван Иванович по свидетельству о рождении, номер указываю, кем выдано и, соответственно, где было выдано данное свидетельство о рождении. Учтите, что здесь, так как у меня нет в паспорте имя, то есть нет отчества, то я указываю просто имя. Следующий пункт данного заявления – это число месяц и год рождения. Здесь указываете цифрами, ну а месяц указываете пропись словом. 9 мая 1988 года, город Павлодар, Казы СССР. Пол указал мужской. Так, подсветим давайте все пункты и переходим к следующему. Так, гражданство какого иностранного государства имейте в настоящее время или имели прежде? Пишу, опять же, с заглавной буквы, обращайте внимание на это. Республика Казахстан, точка. На основании закона Республики Казахстан, кавычка открывается, о гражданстве Республики Казахстан, кавычка закрывается, запятая, прибыл на территорию Калининградской области в 2022 году. Напомню еще раз, что данная анкета является образованием заполнения для тех, кто селяется в Калининградскую область. Но я думаю, если кто-то у нас переселяется в другой регион России, то, соответственно, я думаю, что стандарт заявления, он везде одинаков, поэтому будет полезная информация для заполнения данного заявления для всех. Еще раз поговорю, Республика Казахстан, точка. На основании закона Республики Казахстан, кавычка открывается, о гражданстве Республики Казахстан, запятая, прибыл на территорию Калининградской области в 2022 году. Все. Здесь ничего лишнего, больше писать не нужно. Вот эту фразу непосредственно нам дал сотрудник отдела ФМС, когда мы подавали на гражданство. И вот мы отметили для себя правильность и корректность заполнения данного пункта. Все. Переходим к следующему пункту. Пятый пункт. Имеете ли вы действующий документ, подтверждающий право на проживание в иностранном государстве? Соответственно, у нас не было, мы указываем слово «не имею». Все. Поставили. Переходим к следующему пункту. Шестой. Состояли ли в гражданстве СССР или в гражданстве Российской Федерации? Большинство из нас, кто является заявителем, ну и также членом семьи заявителя, большинство из нас, мы, конечно же, ранее были рождены еще в Советском Союзе. Поэтому у нас есть определенная графа, и также у нас есть рождение о том, что мы были рождены в Советском Союзе. Ну, соответственно, нам нужно указать даты, с какого по какого мы жили в Советском Союзе, ну и потом, после распада Советского Союза, где мы жили в дальнейшем. Так, указываю в пункте 6. Здесь состоял в гражданстве СССР, запятая, прекращено после распада СССР в 1991 году, запятая, свидетельство о рождении, указываю его номер, от какого числа года оно мне было выдано, и также кем было выдано, ну и, соответственно, где. Вот так указывается именно информация, если вы ранее проживали на территории СССР, и после чего, после его распада, вы должны указывать именно вот в таком ключе. Поэтому выделяю для вас цвета, чтобы вы не потерялись, и чтобы вы были осведомлены, как заполнять данный пункт. Седьмой пункт. Переходим к седьмому пункту. Обращались ли ранее с заявлением о приеме в гражданстве РФ или о восстановлении в гражданстве РФ ранее с заявлением о приеме в гражданство РФ. Соответственно, здесь мы не обращались, я конкретно не обращался, и указываю точно так же в данном пункте не обращался. Восьмой пункт. Когда вы уже получите на руки этот шаблон заявления, то 8 пункт так просто и будет утратил силы. Поэтому не обращайте внимания на данный пункт и переходите уже к 9 пункту. 9 пункт. Здесь на выбор вам предлагается. Вы можете указывать свою национальность в паспорте, или уже можно не указывать национальность в паспорте. Поэтому выбирайте уже по вашему усмотрению. Если же вы желаете указать национальность в паспорте, то указывайте ту национальность, которую бы вы хотели указать. Ну и если, соответственно, вы не желаете указывать данную национальность, то просто не указывайте ее в паспорте, то есть в заявлении. Переходим к следующему пункту. 10 вероисповедание. Точно так же, как и национальность, свобода выбора, поэтому вы выбираете указывать вам вероисповедание или же нет. Поэтому просто пункт подсвечу для вас, чтобы вы видели, и уже заполнили на ваше усмотрение. Так, 11 пункт. Образование и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки. Так как у меня высшее образование, я указываю высшее, окончил в 2010 году Павлодавский государственный университет имени Тарай Гырова. По специальности указываю номер специальности, какая была специальность наименования специальности, ну и, конечно же, какая была мне присуждена академическая стилия. Обращаю внимание, что нужно не забыть еще указать информацию о том номер диплома и кем был выдан вам диплом, ну и, соответственно, где. Поэтому здесь вы указываете то образование, которое у вас есть и указываете все необходимые, можно сказать, относящиеся к вашему образованию данные выше и так далее. Ничего сложного нет, просто ставьте на паузу видео, вы можете в любой момент вернуться к определенному пункту и посмотреть, как он заполнен. Ну и, конечно же, если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы, пишите их в комментариях, мы с удовольствием на них на все ответим. Так, переходим теперь к 12 пункту. 12 пункт, учетная степень, запятая, учетное звание при его наличии. Но, к сожалению, у меня нет учетной степени, поэтому в этом пункте я просто указываю, что не имею. Так, все, теперь переходим к 13 пункту. 13 пункт, семейное положение. Женат, запятая, свидетельство о заключении брака, номер, кем выдано, когда было выдано, то есть, когда было выдано и кем выдано. Ну и, соответственно, вы заполняете так, как у вас заполнена данная информация в свидетельстве о заключении брака. Ничего не перепутайте. Так, отличный момент. Вот сейчас вам хотел показать, как раз вот здесь вот отличное сочетание, то есть переход пунктов с одной страницы на другую. Видите, да, что вот 13 пункт не переходит, вот эти цифры, буквы, не переходит на следующую страницу. Это запрещено. Первый пункт, то есть каждый пункт начинается на новой странице, он должен быть закончен на той же самой странице. Никаких переносов на другую страницу не должно у вас быть. Это вот требование сотрудников УФМС при заполнении данного заявления. Еще раз говорю, что данный пункт, он не должен вот таким образом, сейчас вам покажу, вот так, переходить на другую, не должен, представим, что здесь что-то написано у нас, да, и вот данный пункт, он не должен переходить на следующую страницу. Это запрещено. Поэтому мы должны вмещать наш текст так, чтобы пункт начинался и заканчивался на той же странице, на которой он был начат. Теперь 14 пункт, это таблица. В таблице представлены, то есть вы должны отобразить информацию о ваших близких родственниках, близкие родственники, будь то муж, жена, родители, дети, дети, братья и сестры. Соответственно, вот я привел пример, касаемо моего случая, да, что есть жена, отец, мать и сестра. Расписал по каждому из членов семьи конкретную информацию о том, там, имя, фамилия, отчество, год и место рождения, гражданство, страна проживания и место работы. Ну, к примеру, да, вот коснемся жены. Жена Иванова Людмила Степановна, в скобочках Петрова, это ее девичья фамилия, при том, когда она вышла замуж, она переменила свою фамилию на мою, на Иванову. Соответственно, мы заполняем таким образом. Здесь год и место рождения. Пишите цифрами год и место рождения. Казахстан, Павадарская область, город Павадар. Обязательно соблюдайте вот этот именно порядок при заполнении всей информации. Сначала мы пишем страну, потом мы пишем область, и потом мы пишем с вами уже указываем город, населенный пункт, в котором непосредственно вы родились или родились ваши родственники. Поэтому будьте внимательны при заполнении данных вот этих графов. Если у вас будет стоять наоборот, возможно, сотрудник ФМС попросит вас переделать данный пункт, изменить, внести коррективы. Если же, к примеру, да, он скажет это сделать, ну, соответственно, можно потерять свою очередь и уже прийти на следующую подачу документов через некоторое время. Никто не хочет терять свое время, поэтому заполняйте сразу корректно. Так, ну, по всем пунктам я проходиться не буду. Вы просто нажмете паузу, посмотрите, как что заполнено. Я привел примеры, кто работает, кто не работает, как писать, как указывать, кто работает, как писать, указывать в таблице. Ну, и, конечно же, не забываем про наших пенсионеров, как указывать место работы или учебы в последней игре в столбце, как указывать их принадлежность, их принадлежность. В общем, указываем просто пенсионер. Вот. Все, с четвертым пунктом мы с вами разобрались, теперь переходим к пятнадцатому пункту. Пятнадцатый пункт. Трудовая деятельность за последние пять лет предшествующих дате обращения с заявлением, включая учебу в образовательных организациях в военную службу. Вот здесь вот нужно точно для себя понимание иметь, что нужно именно указывать за последние пять лет. Вот, например, к примеру, да, мы подавали на гражданство в пятом месяце 2022 года. Соответственно, вот тот рабочий стаж я должен показать, начиная с пятого месяца 2017 года. Независимо. Возможно, я работал на этой же работе и в 2016, и в 2015 год. Я указываю за последние пять лет. Поэтому здесь дата приема, месяц, год, 2017, когда был уволен, к примеру, да, кем я проработал, должность с указанием организации. Ну и, соответственно, указываем здесь вот адрес. На примере моего вот заявления прошу ознакомиться с как заполнять данное заявление, данный пункт, чтобы никаких ошибок вам не допускать в будущем. Так, по поводу того, вот сейчас, да, не работал, к примеру, да, как я пишу. Я пишу, указываю, с 2018 я отработал. В 2018 во втором месяце я остановился работать. И по 04 месяц 2019 года, ну, к сожалению, я не работал, да, к примеру. Вот, указываю здесь в графе должность с указанием организации. Пишу не работал. И пишу свой адрес, где я на тот момент был прописан и проживал, соответственно. Я не указываю адрес какого-то вымышленного рабочего места. Указываю тот адрес, где непосредственно я находился в тот момент. Указал. Все. Здесь дальше я устроился, работал, работал, переходил на другие позиции, на других компаниях. И вот продолжал работать до 2022 года, до апреля, до 4 месяца, да, видите, да. Теперь, так как мы переехали, да, в Российскую Федерацию, для того, чтобы подать документы в гражданство Российской Федерации, я прекратил, остановился работать в Казахстане, переехав в Россию. Там, к примеру, по настоящее время я не работаю. Соответственно, с 04.2022 года по настоящее время я не работаю. Здесь указываю, что я не работаю, и указываю свой, тот адрес, по которому я сейчас проживаю в данный момент в Российской Федерации. Поэтому учтите, пожалуйста, и возьмите на вооружение при заполнении вашей анкеты. Да, обязательно, если у вас остались какие-то вопросы по заполнению трудовой деятельности за последние 5 лет, пишите вопросы свои в комментариях, мы на них ответим обязательно, в короткие сроки. Так, переходим теперь к 16 пункту. Источник средств к существованию, в скобочках, указывается все имевшиеся виды доходов за период проживания на территории Российской Федерации. Но так как мы приехали на территорию Российской Федерации, мы нигде не работали, мы нигде не подрабатывали, в общем, никакой трудоводительности мы не осуществляли на территории Российской Федерации, поэтому мы приехали только со своими личными сбережениями. В этом пункте номер 16 мы указываем просто личные сбережения. Если вы вдруг работали на территории Российской Федерации, то там, соответственно, нужно будет уже в пункте 17 указывать непосредственно, какую деятельность вы осуществляли на территории Российской Федерации, ну и какой суммы вы обладаете. Но так как мы, вот в предыдущем 16 пункте, мы никакую трудовую деятельность на территории Российской Федерации не осуществляли, поэтому просто здесь в этом пункте указали личные сбережения. 17 пункт, соответственно, все вот эти вот подпункты в 17 пункте мы просто ставим не имею, не имею, не имею. Обратите на это внимание. Ну, соответственно, у кого есть опыт работы, кто работал официально, трудоустроен был, то обязательно указывайте согласно этим пунктам ту информацию, которую требуется. Так, теперь переходим к 18 пункту. Так, вид экономической деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности. Здесь вот номер представлен, осуществляемый в Российской Федерации не менее трех лет предшествующего года обращения с заявлением. Не осуществлял. Все, здесь мы написали просто этот пункт и забыли, и перешли дальше. Здесь ознакомьтесь с таблицей. Здесь, соответственно, вам нужно будет предоставить налоговую отчетность за тот период, за который запрашивается в этой графе. Я думаю, что тут нужно будет уже иметь какую-то выписку из налоговой, чтобы вы могли предоставить точную информацию. К сожалению, у нас этой информации нет, поэтому, может, к счастью, поэтому мы просто переходим, заполнив 18 пункт, не осуществлял. Так, 19 пункт. 19 пункт звучит следующим образом. Организационно-правовая форма на именование и адрес юридического лица, в который вложен капитал и его основной государственный регистрационный номер. Не имею. Я думаю, в большинстве, кто переселяется, соответственно, в большинстве случаев у вас нет такой информации, поэтому просто указывать в этом пункте не имею. 20 пункт. Вид экономической деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности, опять же, номер указан, осуществляем в Российской Федерации не менее трех лет, предшествующих годового обращения с заявлением. Не осуществлял. Все, поставил, и мы переходим к следующему пункту. Не заостряя на данных пунктах внимания, потому что если у вас все-таки есть такая вот информация, то, конечно, вам нужно будет уточнять, как корректно заполнить данные пункты непосредственно в УФМС. У кого такой надобности нет, просто указывайте, как у нас указано в заявлении. Так, таблицу мы пропускаем, потому что она не относится к нашему заявлению каким образом, поэтому переходим сразу же к 21 пункту. Идентификационный номер налогоплачительщика при его наличии. Соответственно, у нас его нет, мы указываем просто не имею. Так, пункт 22. Владеете ли русским языком? Да, тут вот интересно такой пункт. Написав просто слово владею, конечно же, этого будет мало для того, чтобы вы могли сразу, с первого раза, без каких-то помарок, то есть за вопросов, пройти сотрудников УФМС. Поэтому тут, опять же, нам порекомендовали написать данную фразу непосредственно в отделе УФМС. И вот я вам зачитываю ее полностью. Владею, свободно. Высшее образование, запятая. Окончил в 2011 году Павлодавский государственный университет имени Тарагеру. По специальности, номер специальности указываю, как звучала эта специальность, какая степень у нее была присуждена. Ну и, соответственно, диплом, номер диплома, кем и когда, то есть когда и кем был выдан. Данный пункт заполняется вот таким образом, ну, к сожалению, то есть заполняется таким образом, и вот у нас никаких вопросов к нам не возникало от сотрудников УФМС. Поэтому берите на вооружение, заполняйте его таким же образом. В любом случае, если же какие-то у вас сейчас возникнут изменения, когда вы будете подводить в гражданство, то, соответственно, сотрудников УФМС вас об этом оповестит. Поэтому переходим к следующему пункту. Так, отношение к воинской обязанности. Отношение к воинской обязанности я просто написал военно обязанны, и все, на этом больше ничего не писал. Ну, меня, так как мы уже прошли этот этап, меня сотрудник УФМС поправил и сказал, что правильно, корректное написание будет заключаться в следующем. Военно обязанны, запятая, на военную службу или альтернативную гражданскую службу иностранного государства на момент подачи заявления не призван. Вот эта полная фраза как раз вам позволит вам корректно заполнить ваше заявление. Поэтому обращайте внимание на все, кто военно обязан. Кстати, в следующем заявлении, когда мы будем уже оформлять заявление моей супруги, я вам покажу, как заполняется данный пункт именно для того, кто не военно обязан. Поэтому досматривайте это видео до конца, чтобы узнать, как же заполняется это заявление, то есть, как заполняется данный пункт заявления. Так, заполняю, подсвечиваю светом, чтобы он у вас тоже был. И переходим к следующему пункту. Пункт 24. Проживание на территории Российской Федерации, подтвержденное видом на жительство, разрешением на временное проживание или иным документом с отметкой регистрации по месту жительства. Так как у нас есть РВП, то мы указываем разрешение на временное проживание, указываем номер, ну, все, как написано в паспорте, стоит данный штамп и заполнен данный штамп, выдан когда он был, кем был выдан и где был, соответственно, выдан и каким сроком действия он обладает. Вот так заполняется данный пункт этого нашего заявления. Поэтому, пожалуйста, берите во внимание, ну, и заполняйте его точно таким же образом. Так, выезд за пределы Российской Федерации в период постоянного проживания, в период постоянного проживания. Данный пункт, мы, получается, отмечаем просто не выезжал, и здесь, соответственно, эта таблица остается у нас пустой. Пункт 25. Пребывание на территории Российской Федерации, подтвержденное документом с отметкой регистрации по месту пребывания или фактическое проживание на территории Российской Федерации без регистрации по месту жительства или по месту пребывания. В этом пункте мы поставили слово «не имею». Все, переходим к следующему пункту. Пункт 26. Наличие особого статуса проживания на территории Российской Федерации, признание беженцем, предоставление убежища, участие в государственной программе по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Вот этот пункт мы полностью заполняем и пишем. Являясь участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, точка свидетельства, пишем, выдано, когда было, кем было выдано, где было выдано и срок действия данного свидетельства. Заполняйте, пожалуйста, так, как у вас написано в непосредственном вашем свидетельстве участник государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. Все, переходим к следующему пункту. Довольно, думаю, все понятно, все детально объяснено. Также, если вдруг, как вы что-то позабудете, просто возвращайте тот момент на определенный промежуток времени, чтобы вернуться к тому пункту, который вам остался до сих пор до конца непонятным. Поэтому возвращайтесь и пересматривайте видео, смотрите, как нужно заполнять тот или иной пункт. Пункт 27. Выдворялись ли с территории Российской Федерации в течение пяти лет, предшествовавших дате обращения заявления? Не выдворялся. Все, пишу, тут выделяю цветом, пишу вот таким образом, данный пункт заполняем. Пункт 28. Состоите ли на воинской службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства? Не состою, не состоял. Именно нужно написать так, не просто не состою, обычно, мы так и написали, я так прошался и написал, что просто не состою. Ну и вот полный ответ будет, не состою, запятая, не состоял. Так, пункт 29. Привлекались ли к уголовной ответственности? Не привлекался. Пишу, здесь просто не привлекался, выделяю для вас желтым цветом. Тридцатый пункт. Не преследуетесь ли в уголовном порядке компетентными органами иностранного государства за совершение преступлений? Не преследуюсь. Все, пункт заполнен, переходим к следующему. Переходим к следующему. Адрес, место проживания и место пребывания. Телефон. Так, здесь я пишу, опять же, Россия, город Калининград, улица Фрунцию, дом 8, квартира 105. Свой номер телефона указываю мобильный. Прошу вас взять во внимание, что это не мой реальный адрес, а просто адрес для примера. Поэтому, пожалуйста, пишите свой адрес, где вы сейчас проживаете, где вы сейчас пребываете. Ну и, конечно же, не забывайте указывать свой контактный номер. Это необходимость, потому что, возможно, сотрудникам ФМС понадобится с вами еще раз связаться, чтобы у вас был номер телефона, по которому они это смогли бы сделать. Все. Тридцать второй пункт. Адрес фактического проживания. Мы здесь ничего не оформляли, не записывали, нам никаких претензий не было. Сейчас я выделю цветом предыдущий пункт, и мы поедем дальше. Тридцать третий пункт. Документ, удостоверяющий личность. Ну, соответственно, у меня на руках находился паспорт гражданина Республики Казахстан. Пишу номер. Выдан Министерством внутренних дел 070213, когда был выдан и сроком действия до определенного года. Обязательно нужно прописывать эти данные, чтобы данный пункт был полностью заполнен от ИТО. Так, ну и все. Следующий пункт у нас все закончились по заявлению. Теперь мы просто знакомимся с последними листами нашего заявления, в которых вам ничего не нужно будет заполнять на компьютере. Просто вы заполните уже, поставите подпись заявителя, дату подачи заявления, ну и, соответственно, свою подпись, когда вы уже будете создавать все документы на подачу гражданства Российской Федерации. Так, ну и вот крайний листочек. Тоже мы здесь ничего не пишем, не заполняем. Это все заполняет уже непосредственно сотрудник УФМС. Все, это был крайний листочек, крайний лист нашего заявления. Поэтому берите на вооружение, смотрите, как заполняется заявление. Ну, конечно же, пишите свои вопросы. Если вдруг они у вас еще остались, мы обязательно вам поможем и расскажем, что нужно сделать. Да, и, кстати, хочу вам напомнить, что заполнение данного заявления у людей, людей, кто помогают в отделах УФМС, стоит от полторы и выше тысяч рублей. Соответственно, если вы хотите сохранить свои денежные средства, то воспользуйтесь данным видео, чтобы вы могли сэкономить их. Да, и еще хотел бы отметить, что сейчас мы получаем информацию в различных группах, что вот эти помогайки, которые делают заполнение тех или иных заявлений, точно так же ошибаются. Поэтому и, соответственно, людям, кто обращался к ним, им опять же приходится возвращаться, перепечатать те или иные листы неверные и опять повторно приходить на подачу у гражданства. Поэтому для того, чтобы избежать вот таких вот нюансов, обязательно заполняйте заявление по нашему образцу. Да, кстати, мы не можем гарантировать того, что данный образец является прям уникальным, что он подходит для всех. Поэтому у каждого своя ситуация. Это образец, по которому мы заполняли свои заявления и вот, который у нас приняли. И еще раз вам напомню, что в одном из видео на нашем канале, я оставлю ссылку на него, мы делились информацией, как сдать документы в гражданство Российской Федерации с одного, с первого раза. Ну вот, мы с вами посмотрели, как заполняется заявление непосредственно с заявителем. Ну вот, сейчас я вам покажу, какие пункты необходимо заполнять и как их заполнять для члена семьи, участника государственной программы переселения. На самом деле, здесь нет такого большого различия. Просто нужно будет вам сейчас внимательно посмотреть, какие пункты требуют особого отношения к заполнению, когда вы будете заполнять непосредственно данное заявление. Ну и давайте перейдем к самим этим пунктам. Заполнив второй абзац, здесь нужно просто изменить немного фразу. Мотивы, побудившие меня обратиться с данным заявлением, это «желание жить и работать в Российской Федерации, являясь членом семьи участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Вот таким образом выглядит данная фраза, если вы являетесь членом семьи участника государственной программы переселения. Все, здесь с этим пунктом мы с вами разобрались. Остальные пункты, которые вот вторая табличка, также указывать я не имею, как мы указывали выше в заявлении, которым я полностью с вами разобрал. Теперь, сведения о заявителе. Мы здесь прописываем непосредственно, вот так как я указывал своего родственника, кто со мной переселяется, это моя супруга. Ну, конечно же, здесь имя, фамилия изменена, чтобы вы могли просто для себя взять как пример для заполнения. Иванова Людмила по паспорту, запятая, Петрова Людмила Степанова по свидетельству о рождении, номер, выдано когда было, кем было выдано, где было выдано. Ну и, конечно же, вот здесь пишем дополнительную такую фразу. После того, как вы написали, где место было выдачи данного свидетельства о рождении, пишите, точку ставите и пишите, Фамилия изменена в связи с вступлением в брак, число, имя и отчество не меняло. Ну, это вот в нашем случае. Если же было при этом изменено имя или отчество, то, соответственно, нужно будет указать уже на то имя и отчество, на которое вы изменили свое существующее. Поэтому обращайте внимание на данную фразу, как она заполняется. Это второй пункт, который должен быть изменен, если вы являетесь членом семьи, участника государственной программы по переселению. Не забывайте про это. Так, остальные пункты я пропускаю, поэтому возвращайтесь выше к этому видео, и там подробно я рассказываю, как заполнять каждый из этих пунктов. Поэтому вы не потеряйтесь и точно заполните каждый пункт, каждую строку. Так, сейчас я только освещаю только ту информацию, которая касается ваших родственников, которые вместе с вами переселяются. Так, следующий пункт это 13. Семейное положение. Так как супруга является замужем, здесь просто отмечаем замужем, запятая свидетельство о заключении брака, номер, число, когда было выдано и кем было выдано. Все, здесь только указывается замужем, там указывала жена. Все, здесь ничего не меняется, также остается практически по заполнению. Так, следующие пункты. Обязательно я вам напоминаю, что все эти пункты вы можете посмотреть выше в данном видео, чтобы ничего не забыть, ничего не пропустить. Так, и следующие пункты. Видите, практически заявление остается неизменным. Я имею в виду, что мы заполнили его ранее. И практически те же самые пункты, которые были озвучены ранее, на том примере вы можете заполнить уже свои данные. Так, ну и вот пункт 26. Мы добрались до него. Здесь пишем такую фразу. Являюсь членом семьи участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, запятая, проживающих за рубежом, запятая, свидетельство, ну прописывайте номер, выдано когда было, кем выдано и, конечно же, где было выдано. Ну и, конечно, не забудьте еще указать срок действия данного свидетельства. Так, ну и переходим до конца, смотрим, да, видите, что нигде больше поля никакие не нужно заполнять, то просто руководствуйтесь тем видео, которое я выше уже озвучивал, которое мы с вами вместе прописывали, чтобы правильно, корректно заполнить ваше заявление. Ну вот, мы заполнили заявление со стороны непосредственно уже члены семьи, участника государственной программы, поэтому пользуйтесь данными экземплярами для заявления, образцами для заявления. Действительно, данное заполнение поможет вам сохранить финансовые средства. К примеру, семья из четырех человек, на каждого заявления необходимо нужно заполнить, стоимость каждого заявления составляет полторы тысячи рублей. Умножаем на четыре и получаем грубленькую сумму. Поэтому, если вы хотите сэкономить денежные средства, то обязательно следуйте данному примеру. Ну и большое всем спасибо. Конечно же, пишите ваши вопросы. Мы с вами обязательно поделимся той информацией, которую уже обладаем, ответим на ваши вопросы в комментариях. Поэтому не забывайте их писать. Помимо правильно оформленного заявления на подачу в гражданство в Российскую Федерацию, вам еще необходимо собрать пакет документов согласно списка. Данное видео у нас уже есть на канале. Вы можете переходить по вот этой ссылке, в которой мы подробно расписали, какие документы нужно собрать для подачи в гражданство в Российской Федерации. Обязательно посмотрите это видео, потому что там есть свои нюансы. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Мы всегда стараемся на них отвечать. Ну а мы уже увидимся в следующих видео. До скорых встреч!